Вот это всё совокупно приводит к тому, что ты выглядишь несколько странно, с каким-то анекдотичным примесью, компонентом, когда ты говоришь о том, что, понимаете, мы хотим очень быстро закончить этот конфликт. То есть, понимаете, конфликт. Ты вошёл на территорию суверенного государства, немотивированного. Ты создал там криминальные анклавы. Используя эти анклавы, ты в течение 8 лет накручивал истерику в своей стране для того, чтобы оправдать более масштабное вторжение. Ты вторгаешься масштабно, без всякого мандата, нарушая, попирая международное право, вторгаешься на территорию Украины. Ты здесь каждый день, ежедневно, максимально жестоко крылатыми ракетами уничтожаешь гражданскую инфраструктуру. 22, уже даже 23 тысячи объектов так или иначе прямо или косвенно пострадали. Ты массово убиваешь, ты показываешь Бучу-1, Мариуполь, изюм сегодня, где совершены масштабные военные преступления твоей армии. И потом ты так похотя говоришь, мы хотим этот конфликт закончить. Понимаете, конфликт, мы же там немножко что-то поделали, мы дерево одно у вас там украли, мы вот этот конфликт готовы как-то закончить. Но вот другая сторона, она такая глупая, она не хочет садиться за стол переговоров, она хочет войной, военными действиями освободить свою территорию, освободить все города, чтобы не было таких трагедий, как в той же Буче или Изюме. Это как-то выглядит странно, говорит господин Путин всем. Вот мы же им предлагаем, смотрите, мы же им предлагаем, ребята, а давайте, кто старое помянет, тому глаз вон, давайте мы с вами сядем и конфликт решим. То есть мы вас там вырезали жестоко, мы вас там бомбардируем, ну давайте сделаем вид, что всего этого не было. И вот видите, а вы не хотите, а мы же готовы. Вот это так выглядит и, конечно, в этом нет никакой реальности.